Это ведь как получается? Пока на собственном опыте не убедишься, то и не поймешь, к примеру, то, что мы никогда-то толком японские автомобили не видели и не понимали. Автомобили чисто японские, автомобили харизмы. В действительности в провинцию никогда не попадали роскошные японцы, а они, поверьте, были. Как страна самая реактивная, Япония достаточно быстро отскочила от Второй мировой и к 1957 году, то есть через 12 лет, перестала думать о машинах как о технике для бедняков. В справедливости заметим, Япония никогда не была страной бедняков. Засада случилась с горючкой, но это и было последствия войны. Япония хотела отхапать богатые районы, а получила звездюлей. Поэтому об объемах больших пришлось забыть, и поэтому максимальная мощность с мелких движков. Это Япония. Год 1957. Год начала производства хромированного Sky. С двигателем в полтора литра всего. Но как выглядел-то он. Как красивый Америкос. И после этого прошла прокачка. Двигатель Peugeot утонули еще на 70 кобыл. Пошла работа над дизайном, и добавились 4 фары, и косоглазые китайские. А затем фейслифтинг, и после 1960 года потребовалось купе. И хотя Sky я знаю прекрасно, потому что мы владелец GTS 2.5 Турбан. Этот атмосферник. Трехлитровый. 265 кобыл. Нормально, да? Уже хватает. Честно, Sky требует отдельной передачи и ни одного часа эфира. Вам только надо понять, что такое Nissan Skyline или Infiniti G37. И это 12-е поколение Sky. Сейчас в нашем руле машинка в кузове V35. Да, эра рядных прокачанных двигателей закончилась. Да, были эксперименты с дорогущим непосредственным впрыском на движке VQ25DD. Да, просрали фирменные задние фары, носимые аж с 1972 года. И была бы возможность, я бы себе Skyline поколение C110 четвертого Skyline бы привез. Но остается только мечтать о леворульном GTR или балдеть от дорогущей фишки. Но это Sky. Sky с историей в 55 лет. Вы понимаете, что это за машина? В этом дизайне все то же самое. Стремление к совершенству и стремление к большим скоростям. Которые, конечно же, в Японии физически ограничены. Потому как, ну, нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok